Как правильно оформлять список использованных источников и литературы? Сначала отметим, что список использованных источников и литературы – это тематически отобранный, систематизированный перечень библиографических сведений об использованной в научной работе литературе. Говоря проще, это список данных о книгах и об источниках, из которых вы что-либо процитировали или на которые сослались в процессе работы. Прежде всего, зачем и кому нужен этот список использованных источников. Наличие ссылок на серьезные научные источники, периодику и архивные документы делает честь исследователю, внушает грамотному читателю доверие к вашему труду и позволяет пользоваться богатством вашего произведения всякому заинтересованному в нем человеку. То есть, чем больше будет ваш список книг, тем солиднее и внушительнее станет выглядеть ваша работа. Итак, в этот список включаются данные обо всей литературе, которую вы использовали для своего исследования. А также о сносках на веб-сайты, CD-версии, аудио и видеоматериалы, электронную почту, факсы, письма, интервью и прочие нестандартные источники, имеющие ценность для вашего исследования. Но здесь важен следующий совет. Не оставляйте составление списка использованных источников литературы на потом. В таблице, где вы собирали цитаты, у вас есть полные данные о книгах. Не теряйте их, иначе потом при приведении работы в надлежащий вид возникнут проблемы, и вам придется метаться в поисках источников, вспоминая, из какой книги вы почерпнули какую-то важную мысль. Обратите внимание, что источники, используемые в любом исследовании, можно разделить на два типа. Первичные и вторичные источники. Первичные источники предоставляют информацию непосредственно по теме исследования. Сюда входят произведения деятелей, являющиеся объектом исследования. Автобиографии, свидетельства очевидцев, оригинальные документы и т.д. Так, первичным источником, устанавливающим дату рождения человека, будет метрика, или интервью с родителями, или же его собственный рассказ. Первичным источником, которым чаще всего пользуются богословы, является Библия. Ко вторичным же источникам можно отнести переработку первичной информации в аналитической работе, книге или публикации по заданной тематике. Например, справочники, учебники или комментарии относятся к вторичным источникам. Конечно, информацию всегда лучше брать из первых рук. Например, лучшим источником описания жизни Блаженного Агустина является его автобиография. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать вторичными источниками. Их ценность также велика. Во-первых, они позволяют не тратить время на поиски и анализ информации, которая не является непосредственным объектом вашего исследования. Нелепо бы, к примеру, требовать в архиве метрику Пушкина, чтобы узнать дату его рождения, ибо это и так известный факт. Во-вторых, вторичные источники дают представление о том, что уже в данном направлении сделано, что позволяет нам не изобретать велосипед. В-третьих, сопоставление вторичных источников демонстрирует спектр мнений по исследуемому вопросу. Зачастую даже простая компиляция вторичных источников, демонстрирующая дискурс, имеющийся в той или иной области, уже представляет собой значительный научный интерес и вполне достаточно, например, в магистрской работе. Помните, что собирая материал для исследовательской работы, следует находить правильный баланс между первичными и вторичными источниками. В большинстве студенческих работ число вторичных источников может и должно превышать число первичных, иногда даже в несколько раз. Приведем порядок расположения библиографических данных в списке исследовательских использованных источников и литературы. В библиографическом списке следует сообщать следующие информации о каждом источнике. В начале фамилия и инициалы автора, при этом фамилия отделяется от инициалов запятой. После них ставится точка и пробел. Далее заглавие книги. После заглавия ставится точка и пробел. Далее сведения, относящиеся к заглавию. В них раскрывается вид, жанр, назначение публикации. Перед этими сведениями обычно ставится двоеточие и пробел. Сведения об ответственности. Речь идет о составителях, редакторах, издателях, переводчиках, соавторах, если это необходимо. В этом случае инициалы предшествуют фамилиям. Перед этими сведениями ставится косая черта, отделяемая пробелами. Далее сведения о повторности издания. Это касается книг, издававшихся неоднократно. Перед этой информацией ставится тире и пробел. Далее место издания, то есть название города. Перед этими данными ставится тире. Название некоторых городов принято приводить в сокращение. Например, Москва сокращается к букве М, Санкт-Петербург к СПБ, Киев к букве К. Все остальные названия городов пишутся полностью. Далее указывается издательство. Перед названием издательства ставится двоеточие. После год издания перед ним ставится запятая и пробел. И дальше страницы. Обратите внимание, что в библиографической ссылке указываются страницы, с которых автор берет информацию и перед номером страницы ставится точка, тире и прописная S. И точка. А в библиографическом списке перед номером страницы ставится точка, тире, указывается общее количество страниц, затем ставится строчная S. Для составления списка использованных источников литературы иностранных источников применяются такие же правила. Если же вы использовали литературу, о которой нет полных данных, включайте в библиографию информацию о книге без недостающих элементов. Однако сведения об авторе, заглавии, место и год издания должны быть обязательно указаны. Рассмотрим правила оформления однотомников. Однотомниками называются книги, содержащие произведения или произведения одного или нескольких авторов, изданные одним томом. К ним могут быть отнесены также сборники статей, коллективные монографии, официальные документы. Описание книг-однотомников в списке использованных источников литературы можно производить двумя способами. По автору или по авторам, если их не более трех, или по заглавию произведения. Как правило, по заглавию оформляются работы, имеющие составителя, а также работы четырех и более авторов. Если у книги имеется более одного автора, данные о ней вносятся в список по общему принципу. В сведениях об авторе перед заглавием книги приводится фамилия одного из авторов в порядке, указанном на титульном листе книги, а фамилии других авторов приводятся в сведениях об ответственности. Здесь следует обратить внимание на то, что уже указанный автор дублируется в сведениях об ответственности. Вот пример оформления книг с одним автором. А вот вы видите на экране пример оформления книги, написанный несколькими авторами. Некоторые особенности в оформлении по автору следует отметить для книг, написанных древними авторами и изданных в наши дни. Как говорилось выше, данные о редакторе или переводчике приводятся после заглавия и косой черты. Посмотрите примеры оформления книг, написанных древними авторами. Как было сказано, по заглавию описываются книги, имеющие четырех и более авторов, а также изданные без указания автора и книги, имеющие составителя. Сюда же относятся сборники, изданные по чьей-то редакции. Порядок составления и описания следующий. Заглавия и сведения, относящиеся к заглавию. Сведения об авторах или составителях, то есть инициалы и фамилии. Сведения об повторности, месте, годе издания, количество страниц книги. Примеры оформления по заглавию книг, имеющих составителя, вы можете видеть на экране. Многотомные издания, так же как и однотомные, оформляются или по автору, или по заглавию. При этом можно привести данные о вышедших томах в целом, либо сослаться на отдельный том. В первом случае в сведениях, относящихся к заглавию, необходимо указать число томов, а в данных о годе издания приводятся даты выпуска всех томов и не указывается количество страниц. В случае оформления отдельного тома указывается номер тома и количество страниц. Если вы использовали в работе статьи, журнальные, газетные, энциклопедические, или из альманахов, или собранные сочинения, то оформляются они в библиографической записи по простой схеме, которую вы видите на экране. То есть указывается сведение об авторе и название статьи, а также сведение о документе, в котором размещена статья. Теперь давайте посмотрим на примеры оформления статей и журналов. Вот они, вы видите их на экране. Газетные статьи оформляются проще. Здесь важно указать дату выхода газеты, либо ее номер. Важно придерживаться какого-то одного варианта оформления. Приводить либо номера изданий, либо даты их выхода. На экране вы можете видеть примеры оформления газетных статей. При оформлении статьи из собрания сочинений одного автора, либо группы авторов, изданных в сборнике, в списке использованных источников литературы, включаются только те произведения, которые цитировались в работе. Здесь также следует указать номер тома, если это многотомное издание. Статьи из энциклопедий и словарей оформляются подобным образом. На экране вы можете видеть оформление статей из собраний сочинений. Следующим образом оформляются данные о диссертации. Пример такого оформления вы также можете видеть на экране. Сегодня все больше информации появляется в электронном виде на цифровых носителях. Многие книги и материалы можно отыскать в интернете. Используя их, важно правильно оформлять данные в библиографии. Видео, аудио, теле и радиопрограммы также являются прекрасными источниками, и не стоит ими пренебрегать. Порядок оформления данных об этих материалах. Следующий. Фамилия, инициалы автора, название статьи, фильма и так далее. Указание вида материала. Это может быть аудиокурс, веб-сайт или кинофильм. Место и годы здания выпуска. Время звучания аудиозаписи, проигрывания, фильма или адрес веб-сайта. Статьи и книги из электронных библиотек, например, цитата из Библии, оформляются по общим требованиям с учетом указанных прав на использование и цитирование. Сведения об авторе и заглавия статьи или книги, сведения об ответственности, дата и место выпуска продукта, общее название электронного продукта. Список использованных источников литературы следует представлять в алфавитном порядке по фамилиям авторов и заглавиям произведений. В дипломных работах и диссертациях рекомендуется разбить список на группы. Первичные источники и вторичные источники. Первичные источники – это неопубликованные документы, устные свидетельства, интервью, периодические издания или публикации. А вторичные источники – это библиографические указатели и каталоги, специальная литература, энциклопедии, авторефераты и диссертации. Такая сортировка облегчит контроль над количеством использованных в работе материалов. Следует заметить, что для курсовых и дипломных работ не требуется обязательное использование первичных источников, в то время как для кандидатской или докторской диссертации это обязательное условие. В случае одновременного использования литературы на разных языках, в каждой категории в первую очередь указывается литература на языке исполнения работы, а затем здесь же, в этой категории, приводятся библиографические данные иностранной литературы и источников. И последнее. При составлении списка литературы очень удобно использовать возможности компьютерной автоматической сортировки, которая имеется в большинстве программ-редакторов. Итак, в рамках данной лекции мы с вами рассмотрели принятые в научной сфере правила для оформления списка использованных источников. Надеемся, что теперь процесс составления такого списка не займет у вас много времени и не составит для вас большого труда.